Саша купил такую смесь. Называется фалафель-мешонг, то есть смесь фалафель. Состав шрот, молотый нут, лук, морская соль, кумин, петрушка, кориандр, черный перец, чеснок и подсолнечное масло. Так, посмотрим, получается 16 шариков. Я хочу добавить сюда картофеля немножко и моркови. Натурной терке, то есть получится не фалафель в чистом виде, а что-то другое. А смесь эту использую как загуститель котлеточек. Так, посмотрим, что внутри. Порошок. Хорошо пахнет. Здесь написано, что содержимое пакета нужно залить кипящей водой 200 миллилитров и дать настояться 15 минут. Затем влажными руками сформировать маленькие шарики и горячем масле пожарить до золотистого цвета. Но я жарить не буду, так как я вообще ничего не жарю. Буду запекать в духовке. Сейчас залью свежимое этого пакета кипятком. И добавлю натертый картофель и морковь. Затем мысль сочетать их. Затем умем 7-7. Затем яблокку инфектора. Затем яблока водой. Эта температура и горячем. Оутили еще 1-8% сочетания. В следующем станке, инфекции, Затем яблокки и золотистые масларицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рис мою, наверное, раз 10 до почти прозрачной воды. Добавлю немного соли, так как картофель и морковь не соленые. И всё, никаких спицей больше добавлять не буду, так как в смеси всё есть. Но масло добавлю немножко. Рапсовое масло. Холодного отжима. Пора размешивать всю эту смесь. Чесночку, он так вкусно пахнет. Здорово. Мне нравится запах чеснока. Ну, вроде бы всё размешалось. Хорошо. Остается формировать котлетки и в духовку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Попажа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хреновина. Хреновина. Это острая приправа к основному блюду из пропущенных через мясорубку помидоров, корня хрена, чеснока и соли. Иногда добавляют черный и красный перец, болгарский сладкий перец, уксус, сахар, морковь. Я, пожалуй, добавлю сладкий перец и черный молотый, возможно, лимонный сок и все. К вышеперечисленным ингредиентам. Никогда не делала хреновину. Острую приправу. Название этого соуса, острые приправы, наверняка пришло от народа и уже стало официальным названием. Помидоры, хрен, чеснок. Я хрен добавлю совсем чуть-чуть, так как не очень его люблю. Ага, такой вот блендер у меня есть. О, как хорошо, вот я его и использую. А то я думала, мясорубки ведь у меня нет. Как же мне сделать эту хреновину? А я использую вот этот блендер. Прекрасно. А каков состав? Помидоры килограмм, чеснок 100 грамм. Корень хрена тоже 100 грамм, один к одному. Ага. Ну, попробую. Надо, наверное, их взвесить. Потому что... Так, включить. Тридцать девять грамм. Ставлю на ноль. И теперь чеснок. Сорок три грамма. Вот они, сорок три грамма. Ну и хорошо, больше не буду, потому что мы не любители особо острых приправ. Помидоры возьму из вот этих упаковочек. Рома томаты называются. В каждой упаковке примерно 500 грамм. И как раз две упаковки, один килограмм выходит. Сначала пару помидоров туда нарезать, чтобы легче измельчалось. Так, теперь насыплю туда чеснока. Классно. Упс. Так. Упс. Упс. Так. Сейчас добавлю хрен. Хрен нарежу. Ой, его так не нарезать. Он такой жест. Так туго идет. Моим-то маленьким ножиком. Ну-ка, побольше не есть. Так, этот будет получше. Упс. И улетел. Вот это да. Крепкий какой. Сколько сил надо, чтобы его разрезать. Как мой блендер, интересно, его возьмет. Вот так пойдет лучше. Вдоль легче режется. Ой, я об этом не подумала. А вдоль-то получше. Так, убежал один. Так. Ну-ка, да. Блендер возьмет. Раз он хотя бы вдоль легко идет. Надо вернуть того, кто упал на пол. Вот оно затеялся. Ну все. Вкусно пахнет. Хрен. Ну, теперь попробуем. Как пойдет. Ой, что-то у меня не получается закрыть. Так. Очень даже хорошо идет. Прекрасно. Так. У меня батарейка заканчивается на самом интересном месте. Имеется ввиду батарейка на камере, если кто не понял. Очень хорошо измельчилось. Сейчас я ее в кастрюльку и лью. О! И затем продолжу с другими помидорами. Что там с котлетами? О! Готово. Забыла я сделать, измельчить сладкий перец. Ну, значит будет у нас классическая хреновина. Так. Добавлю только соль и все. Ничего больше не буду. Что думала? Передумала. Так. Сколько что соли? Наверное, можно и побольше. Так как это... Так. Помидоры любят соль. Вот. Не пересолишь. Все готово. Оказывается так быстро готовится. Первый раз делала. Забыла. Нужно ведь попробовать. Вдруг нужно томатов добавить немножко. Так. Первый раз. До съемок не пробовала. самое то не нужно больше ни хрена не чеснока больше не надо идеально для нас идеально а вот соли добавлю хреновина получилось 1 литровая банка и здесь примерно 200 миллилитров котлетки готовы немножко я их передержала так увлеченно занималась хреновиной что они у меня подсохли вообще духовка с вентилятором все сушит она не только печет но и сушит в будущем с вентилятором не хочу больше покупать духовку так попробовать что ли пахнут очень вкусно сухарики но если их сбрызнуть водой накрыть пленкой и дать постоять то они станут очень мягкие и хорошие рис у меня всегда такой забавно получается как ежик рисинки кверху торчат такой интересный басмати рис очень очень вкусный из всех видов риса что я пробовала больше всего мне понравился басмати и и теперь только его и покупаю а это саша любит сельдерей я пока его не поняла это так вкусно Я уже поела Саша только пришел Ой, это так вкусно было Мне кажется, я давно не ела Такую вкусную еду Благодарю, Таша Благодарю Попробуешь? Попробую Я не знаю, а вдруг мне не понравится Ну, значит Значит, не будет Показываться Я там никому рифу В шапке ходил целый день Интересно С сметанкой Ммм Это с вас хочется по этому вкусу Такой яркий вкус, да? Класс Хорошо, что не купили Очень хорошо Что может быть лучше? Нет, даже котлеты не важны А ты с котлетой еще попробуй Это вообще очень вкусно Ммм Да? Угу Такое сочетание рис Хреновенные котлеты Да, слушай Простые вещи А так вкусно Ты сейчас стою все съешь Ладно, пойду Давай 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 Угу.